Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем разбирать действия нандролона, какие-то возможные подводные камни. И, соответственно, будем с вами разбирать боли в коленях, действия, естественно, нандролона при болях в коленях. В чём смысл? В основном наша категория людей, спортсменов. Ну, может быть, меня смотрят не спортсмены, но сначала, естественно, я проговорю для вас. Люди тренирующиеся, занимающиеся, которые приходят к употреблению нандролона кната, делая это, так скажем, наугад. В основном не делаются ни рентгеновские снимки, ни МРТ, что при любых дегративных заболеваниях коленного сустава нужно делать. Желательно и рентген, и МРТ, чтобы у вас было. Значит, человек сразу ставит нандролон деканаат, и вроде всё хорошо, боль проходит. Потом, соответственно, он нандролон деканаат отменяет, боль возвращается. Или у спортсменов, которые очень активно занимаются, он ставит нандролон деканаат, боль проходит, а потом вот эти вот все видосы ужасные, как люди на соревнованиях себе, соответственно, там кости ломают, да, вот, или там просто отрыв мениска. Он занимается, боль вроде прошла, у него потом раз и отрыв мениска. В том или ином случае, соответственно, это не значит, что нандролон деканаат плохой препарат, нерабочий, как кто-то там говорит, или ещё что-то. У него есть свои показания. И сегодня вот я хочу с вами коротко так поговорить о том, когда нандролон деканаат есть смысл ставить, и, соответственно, он действительно поможет и не замаскирует серьёзные заболевания коленного сустава. А когда нандролон деканаат бессмысленно использовать, и нужно идти к врачам-хирургам. Заваривайте чаёчек, стругайте огурчики, а мы начинаем. Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгала почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Итак, дорогие друзья, смотрите нандролон, деканаат работает, в принципе, для нас, если очень обсуждать, соответственно, простыми словами объяснять. Если хотите непростыми словами, есть исследования. Я что не выложил, всё буду выкладывать, делать отдельные выпуски из Папмеда. Поэтому, опять же, для спорщиков, переходите в мои видосы, где я выкладывал ссылки на Папмед, и где нейронка читает исследования вслух. Так вот, нандролон и кнат, по сути, увеличивает регенерацию тканей. Но у нашего организма есть некий предел этой регенерации. Помимо того, что мы не можем отращивать руки и ноги, мы не можем, например, себе отрастить мениск. И когда у вас идёт отрывы мениска, вот, неважно, частичные, рога, ещё как-то, то всё, соответственно, приходит к тому, что вас ведёт в сторону операции. Нандролон и кнат в этом случае, естественно, ткани регенерируют, убирают воспаление, убирают болевой синдром. Он может быть в каком-то смысле показан, но не будет действовать как препарат, который вылечит вам это заболевание. Вы не избежите оперативного вмешательства. Да, с отрывами мениска, с некоторыми, соответственно, с частичными разрывами там живут, тренируются длительное время. Но это всё при условии, что вы себя бережёте. Поэтому, если вы занимаетесь тяжёлыми весами, с большими, первым делом нужно ограничить веса. Если в выпуске про грыжу я говорил, что там какая-то процентовка весов идёт, то в случае с мениском я бы сказал так. Ну, не более, наверное, 40 килограмм. Всё остальное – это на ваш страх и риск. Потому что сустав один. Всё-таки позвоночный столб – это группа суставных соединений. Можно так сформулировать. На колено идёт очень большое давление. И вы, когда, соответственно, делаете большие веса, накладываете себе, то предсказать вырвется у вас мениска на 60 килограмм, на 160 килограмм – ну, сложно вообще. То же самое с отрывом связок. С отрывом связок, ну, я бы вообще не стал. То есть, есть у людей там частичные разрывы, да, там крестообразных связок и так далее. Я бы вообще не стал экспериментировать. Делать какую-то лёгкую физкультуру. Бывает, что люди действительно на гормонозаместительной терапии длительно, они… Был там человек, допустим, использовал, ну, не знаю, тестостерон и мастерон какой-нибудь. Вот узнал, что у него там надрывы-разрывы связок такой. Ой, я сейчас буду надролондок НАТО использовать. Я, соответственно, всё себе срастётся у меня. Все связки, всё колено срастётся, всё будет хорошо. Нет, дорогие друзья, как правило, ничего не срастается. И вы, когда приходите к травматологу-хирургу, вот сказал он, надо шить. В большинстве случаев действительно надо шить. Можно получить второе мнение, но вот то, что связано с коленями, как правило, всё-таки подвержено оперативным вмешательствам. И когда вы надролондок НАТО используете в период реабилитации, невероятный эффект. Вот в период реабилитации, когда уже вам сформировали конгруентность суставов, целостность связок и прочее, чтобы заросли быстрее ткани, всё супер. Опять же, запоминаем, что там надролондок НАТО – это не безвредный препарат, и с ним надо уметь работать, надо знать, какие анализы сдавать, и об этом есть отдельный выпуск. Сегодня мы рассуждаем, да, о степени эффективности его при различных заболеваниях коленного сустава. Любые заболевания коленного сустава, сопровождающиеся воспалительным процессом, артриты, артрозы, бывает, вот я снимал выпуск про пожилых людей, да, когда нету нарушения, ну, какой-то конкретной целостности, да, сустава или близлежащих связок, а есть воспалительные процессы, может быть, структурные изменения самого сустава, но без, там, по крайней мере, явных повреждений не низко, то здесь, здесь работает гораздо лучше надролон. Просто воспалительные процессы, да, остеопороз какой-нибудь тот же, вот, замечательно срабатывает, соответственно, надролон Декнат, опять же, вкупе со всем классическим лечением, не отменяет период обострения, такие заболевания, прием противовоспалительных средств, но очень хорошо купирует патологическое действие воспалительных средств, особенно на желудочно-кишечный тракт, например, употребление надролон Декната, после, или даже в момент употребления кортикостероидов, ну, там, где проспам очень часто колят травматологи. Во-первых, кортикостероиды у нас что делают? Они повышают сахар, а мы знаем, что все анаболические стероиды сахар снижают. Кортикостероиды негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, надролон Декнат, и написано в инструкции, для всех, кто хочет поспорить, можете перечитать, прямо в инструкции написано, увеличивает, соответственно, эпителиальный, рост эпителиальной ткани в кишечнике. Вот, поэтому здесь, замечательно все. Все здорово и замечательно. Возможно, сочетание с кортикостероидами с нивелируемым ряда кортикостероидов. Ну, опять же, зачем мы должны следить, если мы назначаем и надролон Декнат, и анаболические, точнее, и кортикостероиды, и анаболические стероиды назначаем? Да, там, надролон Декнат назначаем. Задерживает ли жидкость кортикостероиды? Безусловно, задерживает. Отек есть. Задерживает ли андролондеканан жидкость? Безусловно, задерживает. Что должно прийти в голову в первую очередь? Конечно, будет это влиять на коагуляцию? Безусловно, будет. Будет ли это влиять на количество натрия? Ну, безусловно, скорее всего, изменения в натрии будут. И здесь возможно рассмотреть то же самое по показаниям, по измерению, соответственно, артериального давления у пациента. Возможно рассмотреть прием диуретических средств. Опять же, калийсберегающих, скорее всего. Контроль сахара необходим в таких случаях, когда идет и назначение кортикостероидов тоже. То есть, контроль метаболизма на все вещи, о которых я говорил в других своих выпусках, он здесь, безусловно, необходим. Адекватное отношение к чему? Неважно. Начинаем мы отрыв мениск, разрыв связок, чего угодно. Андролондеканан способен купировать очень ярко ощущение рецидива. И в некоторых случаях, когда вы не уверены в своей травме, кто-то говорит, ой, у меня был там какой-то там частичный разрыв мениска, я с ним ходил, ногу не трогал, потом там что-то начал немножко ногами там заниматься, тренироваться в спортзале. МРТ делал два года назад или год назад, а сейчас колено снова заболело. И он предполагает, что у него тот же мениск, соответственно, остался. А тут может наложиться какая-то еще травма, например, в виде повреждения связок или киста бейкера у человека дополнительно появилась. Ну, что угодно, может быть. Вот. И, соответственно, здесь речь о чем? Если вы даже были длительный срок на андролондеканате, более там трех месяцев, вы его убрали, и вы чувствуете, что еще через два месяца у вас появилось рецидивное состояние, МРТ вам надо делать повторно. Это очень важно. Потому что иногда, развивая из этого, соответственно, состояние чем-то, андролондеканат усыпил вашу бдительность, повысило регенерацию тканей, вы не рассчитали усилия, нанесли коленному суставу или его связкам какое-то необратимое повреждение, сначала не заметили это, потому что были на курсе, а потом вы его отменили, и, соответственно, вы сейчас ходите, там, условно, на одной ниточке все держится. Вот. Опять же говорю в общем смысле, потому что огромное можно придумать. Каждый анамнез пациента с коленями то же самое. Он индивидуален. И нет смысла приводить какие-то конкретные примеры, их может быть тысячи. Но тут главное, что запомнить. Нандролондеканат может замаскировать эти симптомы. И просто здесь вопрос психологии. Нужно беречь свое колено, даже если оно полностью прошло, но вы не были на консультации у хорошего хирурга-травматолога. Итак, дорогие друзья, нам нужно понять, где нандролон применим, где не применим, где условно-частично применим. Не применим он в ситуациях, еще раз, где произошли выраженные рецидивы, и где вам драматолог говорит, что нужно оперироваться. Здесь, если вам показано особенно срочное оперативное вмешательство, я бы не стал колоть нандролон вообще. Здесь нандролон категорически противопоказан. Потому что сложнее работать вашему анестезиологу, сложнее, соответственно, предсказать реологию крови будет. И перед операциями нет никакого смысла вообще вводить анаполические стероиды, если таковых у вас не было на курсе. Если вы на курсе, соответственно, входите в операционный такой режим, то лучше то время, которое у вас есть, по минимуму урезать дозировки. Лучше оставить только чистый тестостерон, дабы наименьшим образом влиять на реологию крови. Потому что, повторюсь, все это может влиять на операционный режим ваш. И на работу анестезиолога. То есть, и на кровотечение, и на состояние легких и так далее во время наркоза. Поэтому все это нужно, соответственно, делом минимизировать. Опять же, если вы резко сойдете перед операцией из курса, будет тоже очень плохо. Поэтому просто вы минимизируете количество и уж точно не добавляете новых препаратов. У вас не было надролона, а вы такие, поставлю себе надролон перед операцией, и все, чтобы лучше проходило. Такого нет. Значит, далее, когда мы лечим хронические заболевания, вот начиная от саркопении до остеопорозов, еще раз повторюсь, все возможно этим, соответственно, нивелировать. Опять же, нивелировать надролон. Не факт, что надролон приведет к очень быстрой ремиссии. Скорее всего, понадобится время. И опять же, нужно каждое изменение дегративного колена оценивать врачу. Потому что одно изменение, вы практически надролоном ничего не сделаете. Другое изменение, как я вам рассказывал, может привести к тому, что вы только замаскируете болевой какой-то синдром. Но уйдете в ремиссию, но вам будет, возможно, показана операция. Третье изменение. Надролон может прекрасно, соответственно, если там чуть-чуть надорваны связочки, просто надрывы, да, особенно какие-то масштабные ушибы коленного сустава, особенно послеоперационные уже события, связанные с реабилитацией коленного сустава. Прекрасно работает надролон Декнаат. Поэтому, дорогие друзья, тут нужно дифференцировать, вот изучать анамнез, то, о чем я вам часто пишу в комментариях. Вы пишите, а можно у меня болит колено, я себе обкачу надролон. У меня там, не знаю, болит спереди или сзади, вот такое описание, да. Мы можем, ну, что-то только предположить. Но когда болит спереди, сзади, сбоку, как-то еще, ну, ребят, ну, огромное количество разных болячек под это подходит. Поэтому мы здесь не можем вам в комментариях что-то посоветовать и сказать, что вот тебе он поможет. Помните о том, что анаболические стероиды – это обоюдоострый меч. И надеяться, что он поможет при всех болячках очень сложно. Единственное, в отличие, применение надролон Деканаата, в отличие от грыж протрузии, не обостряет какие-то, ну, как вам сказать, течение заболевания, там, связанное с тем же отеком. Потому что у нас нет неврологического, да, здесь синдрома. Вот. Поэтому здесь отеков сильно можно не бояться, как-то особенно. Единственное, единственное, что это надо бояться тем, что вы не знаете. Вот если вы не знаете, что с коленом, и у вас колено прошло, это не факт, что вы его вылечили. То есть всегда нужно откатать МРТ-шку, сделать до-после результат, смотреть, есть ли, соответственно, какие-то продвижки в лечении, ничего не происходит, да, заболевание условно стоит на месте. Такой вот принцип светофора, зеленый, все хорошо, есть ремиссия, есть улучшение. Соответственно, желтый, когда никаких изменений нет, и красный, какой-то рецидив, что-то еще может быть новое случилось с вашим коленом. Потому что вы ходили в спортзал, вы хотели его как-то закачать, а закачать не получилось. Опять же, все это происходит в самостоятельном, да, режиме. Когда вы занимаетесь с врачами-реабилитологами, соответственно, когда вы занимаетесь с эндокринологами, травматологами, естественно, все это можно избежать всего этого, тут все ясно и прозрачно. Когда вы самостоятельно идете в спортзал, выполняете то или иное упражнение, делаете, соответственно, нужные и ненужные нагрузки, может быть, конкретно вам сейчас не надо заниматься, то получаем неясный результат. Также под видео я оставлю ссылочку, гениальнейший, не побоюсь этого слова, хирург-травматолог со мной снимал совместное видео о применении бинтов и наколенников. И это не всегда хорошо у спортсменов, особенно если вы используете надролон, потому что, соответственно, он увеличивает отеки. И здесь я от себя напомню то, что мы не говорили, но здесь может быть негативное влияние на венозное русло, потому что отек, хриология крови, не знаем какая, может, там тоже не все, слава богу. Если отек очень выражен, задержка жидкости выражена, давление будет, соответственно, на нижние конечности больше, когда вы там замотались, и непредсказуемо может оказываться на, соответственно, венах нижних конечностей, на венозном русле. Но, дорогие друзья, подробнее, подробнее об этом, обо всем, мы разговаривали с Зайцевым Русланом Валерьевичем. Ссылочка будет, ну, в описании видео, наверное, точно. Ссылка на видео о том, как использовать надролон, будет в конце заставочки к данному видеоролику. В общем-то, думайте, еще раз помните, что препарат не безвредный, в некоторых случаях не показан, но 100% можно сказать, где его можно использовать, это в период реабилитации. Тут вопросов никаких не возникает. Все остальное, очень много вопросов, надо или не надо его применять. Вот так бы я резюмировал. Значит, далее, что хотелось бы сказать, помните, что данный препарат на территории ИРЭК запрещен. Вот, по крайней мере, все эти приключения самостоятельного назначения. Мы напоминаем, что видеоролик снят в ознакомительных целях. Мы никому не назначаем данный препарат, не рекомендуем ни в коем случае его употреблять, а только говорим о возможных моментах, где он мог бы быть показан, и, естественно, о том, как он вреден, каковы его противопоказания. Также, помните, конечно, взгляд в странах СНГ, он немножко другой, и там вполне себе люди спокойно лечатся над ралом деканаатом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!